Вениамин Кондратьев и Евгений Титов говорили в том числе о стратегии развития Кубани до 2030 года. Согласно проекту, к этому времени валовый региональный продукт должен увеличиться в два раза. А рывок в экономике невозможен, считает Вениамин Кондратьев, без поддержки малого и среднего бизнеса. Новые экономические реалии, они заставляют нас искать новые экономические инструменты достижения целей. И вот здесь сотрудничество с Сбербанком, я считаю, может быть очень полезно, потому что совместные проекты Сбербанка и фонда микрофинансирования, гарантийного фонда по кредитованию малого и среднего бизнеса могут сегодня очень хорошо быть реализованы и ощутимы для малого и среднего бизнеса. Главное найти эти точки взаимного интереса, чтобы малый и средний бизнес ощущал в том числе реальную поддержку. И, Василий Александрович, нам необходимо создать совместную рабочую группу для того, чтобы мы синхронизировались с Сбербанком, в том числе и по совместному финансированию малого и среднего бизнеса, иных каких-то крупных проектов, и социально значимых для края, и экономически значимых для края. На встрече обсудили и ситуацию с закрытием офисов обслуживания Сбербанка в сельской местности. По словам губернатора, клиентские отделения в небольших станицах и хуторах несут социальную нагрузку. При их отсутствии люди практически становятся отрезанными от финансовых операций.